Как я уже сказал, срок этого контракта по 10 лет. Если самый ранний цехный контракт не заключается строго на 10 лет, то сейчас мы видим тенденцию, это первый тренд, сейчас мы видим тенденцию к снижению срока заключения цехного контракта. То есть сейчас есть, так по заключению, 7 лет на 6 лет. И планируется, что чем меньше подъем гарантированного сбыва, и чем меньше подъем инвестиционных трекций, тем, соответственно, короче будет срок заключения цехных контрактов. Сам механизм был введен в законодательство в 2017 году. И с тех пор заключено всего лишь 19 контрактов. Они, конечно же, серьезно сложнее в подготовке и заключении, чем обычные государственные контракты, потому что нужно структурировать, в первую очередь, вот эту инвестиционную составляющую. Поэтому в целом можно сказать, что обсекные контракты, они схожи по своей сложности с ВЧП, с концессиями, и поэтому это будет длительный цикл подготовки. Есть своя специфика, но в целом как правило от заключения процентных контрактов занимается причиной предотвращения в правительственных делах. Свободный объем инвестиций у этих ученых уже переводится в 25 миллиардов. С учетом роста цены, инфляции, возможно, даже больше, приходит только по законтрактовым инвестициям, которые, впоследствии, подписаны в контракт. По факту, мы видим это по уже исполканным контрактам. Если, например, встречные инвестиционные ответства в контракте диспенсированы на уровне 3,5 миллиардов рублей, это в любом случае обращается в 5 при авиальности. Поэтому мы говорим о том, что 25 – это включены в контракты инвестиционные обязательства, в тех план с контрактом, которые существуют сейчас. По факту, это, конечно же, уже больше. Общий объем поставок, опять-таки, законтрактован, 118 миллиардов рублей. Они могут как и в меньшую сторону смеса, так и в большую. Чуть позже об этом немного подробнее расскажу. На текущий момент у нас лидируют лекарства в объемах законтрактованных авсетных контрактов. 60 миллиардов рублей – это поставка именно лекарственных препаратов. Самые первые лекарственные контракты в 2017 году, они начали с минимума с поставок лекарств. На втором месте у нас лекарственные изделия, на третье с 31 миллиардов рублей поставок – это питание. Более того, скажу, что это все один контракт, то есть, если по лекарствам половина – это милитанский контракт из 60 миллиардов рублей, то три целины – это один контракт на поставку молочного тканя в Москве. Соответственно, на четвертый месяц транспорт, на лекарствах товара и благоустройства – это новые объекты закупок, которые появляются за последние годы. Немного о цифрах по конверсии деятельности, связанной с заключением от всех контрактов. Было объявлено 27 конкурсов, 19 контрактов заключили. 18 из них на текущий момент действуют, а один был расторгнут. Семь – это отмененные конкурсы, и два – находится в состоянии подачи заявок. То есть, у нас час в активном состоянии есть несколько конкурсов. Достаточно высокая конверсия, конечно, не ниже, чем средний парню частного партнерства, но достаточно много объединенных конкурсов вследствие подачи антимонопольных жалоб, либо до того, что отсутствовали заявки на участие. На этой диаграмме мы видим, по сути, развитие всех этих контрактов. То есть, с 2017 года было заключено половина действующих контрактов, а только за последний год, с 2022 по 2023 года, было заключено больше половина всех действующих сеток контрактов. Это связано, конечно, в первую очередь, с поправ, внесённых в 2022 году, которые снизили у нас инвестиции, позволили заключать контракты на услуги, позволили заключать на муниципальном уровне и, соответственно, реализовывать межрегиональные и северные проекты. На текущий момент безусловным лидером в сфере отсеков является Москва. На втором месте в Польшей Роскабаре будет также город-герайберозначение Санкт-Петербург, и на третьем месте в Тарвове по причине Среди Федерации – Московская область. У Санкт-Петербурга – один контракт, у Москвы – 13, у Московской области – 2. Соответственно, в лидерах с частной стороны, с разных поставщиков, лидерами являются московские поставщики, конечно, это Эрфарм, у них 4 контракта, не все в Москве. Винвельдан, который с одним направлением практически догнал группу компаний Эрфарм, и на третьем месте у нас БСК Фарм, которые являются московщиком в Московской области. Что касается интернета на текущий момент, я уже вкратце этим затронул. Если изначально у нас обседные контракты заключались на поставку лекарств, медицинских изделий, то сейчас, уже за последний год, у нас появились констовары, услуги – это благоустройство, мебель, а также много других объектов, много услуг, которые в рассмотрении, питание по многим регионам является приоритетным объектом для того, чтобы участвовать питание для аспекта образования, правоохранения, социального аспекта и так далее. Ввиду того, что у нас снизилась минимальная планка инвестиций, объема контрактов, то есть объем закупок по контрактам, конечно же, должен падать. Личный контракт в России. Что мы новое за этот год увидели? В первую очередь, что заказчиками стали государственными организациями именно по 44-му закону, то есть это государственные учреждения, и на прошлой неделе, бывает, он был заключен в первом муниципальном аксектах контракта Живерёвского области. Еще, говоря по правилам, вкратце затронуем эту тему в самом начале. У нас заключено, по-моему, шесть аксектных контрактов У-123-го заклада. Государственные корпорации, такие как РЖД, Интеррау, Государственная компания Фондор заключают контракты с статистическими инвестиционными инвестициями, поставщиками и исполнителями, по которым выступают субъекты малых зрений предпринимательства. Называние – это выращивание, которое предложено в корпорации НСП. В ряде регионов также рассматриваются промышленные обсеты или, можно сказать, частные B2B обсеты, куда государство предоставляет дополнительные стимулы частных крупных компаний, которые заключают обсетные контракты с региональными поставщиками. Так, например, планируют внедрить в программу фондомансийски автономного ГИБРА. Они называют это промышленными обсетами, то есть, они, в первую очередь, планируют стимулировать в своем виде добывающие отрасли, то есть, добывающие компании, чтобы они заключали такие обсетные контракты, то есть, коммерческая компания закупает коммерческий со встречными инвестиционными грязнями. У нас увеличивается количество антимонокольных избирательств. и, к сожалению, есть приставы внимания со стороны фаза к обсетным контрактам. Это не значит, что обсетный контракт под угрозой, просто это относительно нового механизма, он еще не устоялся. По сути, происходит закрепление некой практики, закрепление подходов. Он обжаловался, я бы сказал, что большинство из них так или иначе обжаловывается в ходе их проведения. Но, опять-таки, большинство, находят тот заключение контрактов и выносит изменения по предоставлению фаз, либо жалуют их. И также один из таких серьезных трендов, аксеты, поскольку являются одним из ключевых и одним из самых значимых механизмов импортозамещения. Федеральное правительство и региональная власть очень внимательно подходят к регулированию дисперы. У нас за 22-23 годы был в будущем ряд поправок в профильную норму, она всего лишь одна. Профильная статья исполнена за 44-го закона, но, тем не менее, в прошлом году были масштабные изменения, о которых я уже говорил. В этом году, уже в августе, были какие-то синие поправки, которые позволяют закупать лекарства или изделия специализированные медицинское питание за счет средств ОМС. Это серьезное подспорье для локализации производства и краски. И также, мы знаем, потому что участвуем в рабочей группах госсовета, сейчас планируется рассматривать возможность внесения новых поправок, которые входит также расширить применение механизмов. В первую очередь, и его, часто говорю, в отличие его это нужно. Несмотря на то, что были существенные поправки в том году, но у нас есть всего лишь один осет по услугам, всего лишь один по региону обсетных контрактах, один контракт с муниципалитетами и ноль международных обсетных контрактов. Первые три муниципалитетами это все один оксетный контракт, который был заключен на прошлой неделе в Нижневеровской области. Это говорит о том, что, по сути, поправки, которые были внесены в 2021 году, они еще не начали работать. И здесь есть две причины. Ну, то есть, во-первых, мало времени прошло, не все информированы. Сейчас мы занимаемся непростой задачей по информированию регионов о таком слове, но в то же время полезном инструменте в том, что создание «Достаточно долго занимает подготовка оксетных контрактов» в среднем пять месяцев, это исходя из практики, но может быть дольше, что для полутора лет. И самое главное – отсутствие надежных механизмов консолидации в посадку и местах. То есть в текущий момент объединить потребностями нескольких муниципалитетов В одном консервном контракте невозможно, то есть нет такого механизма, несмотря на все попытки Минфина, эту ситуацию разрешить нет. То есть мы не можем сейчас провести, например, совместную закупку и установить там одну единую инвестиционную отзыв. И поэтому в регионах работы проделывается много, но поскольку регион не может предложить достаточный объем гарантии вонансов, то инвестор в инвестор не идут в такие обсервные контракты. На текущий момент такую консолидацию в силу бюджета и особенностей может предложить только город Москва, поэтому он является безусловным лидером обсервных контрактов. Артем, я предлагаю сейчас тогда на этом завершить, если возможно. То есть пока коллеги смотрят фотографии реализуемых как обсервных контрактов, а тебя попрошу прокомментировать следующее. Ты сказал, что в августе этого года были приняты поправки, которые позволяют реализовывать обсервные контракты с использованием средств ОМС. Я думаю, это одна из самых актуальных тем для тех, кто работает со обсервными контрактами. Можешь, пожалуйста, пояснить кратко, что это за поправка и насколько она, по твоему мнению, достаточно для того, чтобы такие контракты обсерванные за счет средств ОМС запускать и реализовывать? Да, я поясню, в частности, в телеграм-канале, в котором вы видите на экране, мы рассказываем о том, как работает это. Вкратце, в 44-й законах была получена поправка, согласно которой в регионе может быть создана или уполномочена организация, которая может заключить обсервный контракт с инвестором, производителем лекарств, медицинских изделий или специализированного медицинского питания. И одна, в свою очередь, вносится в реестр единственных поставщиков, и с этой организацией государства могут заключать контракты, уже обычные контракты, непосредственно медицинские организации за счет средств ОМС. То есть это не прямые обсервные контракты медицинских организаций за счет средств ОМС, а по сути законодатель предложил так называемую офсетную посредническую организацию, мы ее называем офсетным оператором, который может закупить по офсету и потом поставить в медицинских организаций. Это не идеальный механизм, сразу скажу, то есть в нем есть ряд недостатков, в первую очередь в том, что, по сути, эта организация не имеет средств для того, чтобы разрешить офсетную закупку. То есть она действует, по сути, за счет коняческих выручек. И в случае, если у этой организации не будут заключены контракты через въезд единственных поставщиков, она не сможет выполнить свои обязательства по закупке по самому офсетному контракту. Это риск для инвесторов, то есть он находится в прямом риске того, что сбыта не будет. И мы об этом говорим, что этого недостаточно. И самым простым решением, самым очевидным, которое может быть вынесено буквально одним предложением в 44-й закон, это возможность осуществления совместной покупки с единым встречным инвестиционным организациям. Да, спасибо, что Артём. У нас Артём сделал такую вводную лекцию, напомнил всем нам, что такое офсетные контракты, как они реализуются и в каких сферах, прежде всего, используются. Поэтому сейчас самое время сделать первый опрос, который мы делаем в телеграм-канале форума. Ну, пожалуйста.